Старость в радость! Карагандинские власти поздравили старшее поколение. Сегодня, 1 октября, отмечается Международный день пожилого человека. Юбиляра, в день рождения которых пришелся на этот замечательный праздник, сегодня поздравило руководство города. Людям мудрого возраста вручили памятные подарки и денежные средства. Исполняющие обязанности Акима города Мухтара Дамбеков и заместитель Акима Ирина Любарская сегодня при параде. Спешат на юбилей. В день пожилых людей им нужно успеть поздравить 22 человека с днем рождения. В числе таких людей мудрого возраста, которые принимают сегодня поздравления, педагог с почти полувековым стажем Рашида Уайкакова. Пенсионерке сегодня 75. Продуктовая корзина, денежный подарок, цветы и самые теплые пожелания от руководства города. Поздравить, пожелать вам здоровья, чтобы вы не болели, здоровья вашему семейству, побольше радости, поменьше огорчения, побольше улыбок, чтобы все ваше семейство вас радовало. Рашида Кабдылина родилась в Алтайском крае. 40 лет проработала в КПТИ преподавателем на кафедре иностранных языков. Есть ли жизнь на пенсии? Конечно, да, заверяет активная пенсионерка. В свои 75 женщина старается не отставать от жизни. Я благодарю всех вас и вообще всех Акимат, вышестоящие организации, за то, что за хорошую организацию нашего юбилея. Спасибо вам большое. Надежда Кузнецова сегодня также юбиляр. Одинокая старушка не готовит харчей, в гости никого не ждет. О том, что получит в этот день цветы от руководства города, даже не мечтала. От волнения перехватило дыхание. Я не ждала, что такое будет. Думала, там два человека, придут девчонок и все. А здесь такое внимание, такое чуткое отношение. И главное, руководство даже прибыло. Это же не всегда, не каждому дано. Я выросла на экономии, а сейчас я богатая. Столько людей, столько ребятишек, столько радости. По статистике в нашем городе каждый восьмой человек – пенсионер. Из 70 тысяч людей преклонного возраста – 11 долгожителей. Полторы тысячи человек – одиноко проживающих, которые обслуживаются отделениями социальной помощи на дому. В преддверии праздника проведено более 90 благотворительных акций. Оказано различного вида помощи на сумму более чем 3 миллиона тенге. В этом году в День пожилых людей без внимания не остался ни один пенсионер. Люди разные, разных категорий, разных профессий, разных социальных слоев населения. Поэтому сегодня мы всех посещаем, дарим им подарки, охватываем вниманием. Но хочется всех наших, все наше старшее поколение поздравить с Днем пожилых людей. Конечно, одним днем забота об этих людях не завершается. Глава государства уделяет достаточно большое внимание в социальной защите населения. Повышаются пенсии, пособия, статус наших пенсионеров также растет. Поэтому хотелось бы пожелать этим людям крепкого-крепкого здоровья.